В Караганды подорожал социальный хлеб. На привычные кирпичики цену подняли сразу несколько пекарен. Теперь вместо прежних 45 булка стоит 55 тенге. В местном управлении сельского хозяйства говорят, что это связано с изменением закупочной стоимости зерна. В этом году продкорпорация решила поддержать аграриев и подняла цены на пшеницу. Стоит ли ждать повсеместного удорожания хлеба? Из чего формируется его стоимость? Выясняли наши корреспонденты. Сегодня социальный хлеб в одних магазинах Караганды стоит 49 тенге, в других – 55. Вот уже несколько дней, как часть пекарен в городе подняли цену на 2 тенге за булку. Хотя, согласно меморандуму, заключенному между Акиматом и Хлебопеками, поднимать цены на социальный хлеб производители могут не чаще раза в квартал и не более, чем на 1 тенге. Координационным советом было принято решение, что и также в рамках меморандума с Министерством сельскохозяйственной порт-корпорации принято решение повысить хлеб на 2 тенге. То есть, если в начале года булку социального хлеба пекарни сдавали в магазины по 45 тенге, то сейчас 47. Торговые точки делают наценку еще на 2-3 тенге. И это не предел, ведь в этом году национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» повысила закупочную стоимость пшеницы, чтобы поддержать аграриев. Теперь тонна вместо 38 тысяч тенге стоит 42. Но в дальнейшем, если примет, допустим, Министерство сельскохозяйственной порт-корпорации решение о том, чтобы адресно просто помогать тем людям, которые социально уязвимы слоям населения, и при этом не регулировать цены социального хлеба, она, возможно, конечно, подорожает, но незначительно. Это произойдет в том случае, если «Продкорпорация» перестанет предоставлять пекарням дотационную муку, из которой пекут социальный хлеб. Пока же такая мука у хлебопеков есть. Причем во всех регионах страны она поставляется на равных условиях. Цена же везде разная. Я знаю, что в Алматы одна из самых высоких стоимостей на хлеб. Из чего же она складывается, Тимур? Да, Людмила, как выяснилось, рассчитать, из чего состоит цена на хлеб, не так уж сложно. Львиную долю стоимости всех хлебобулочных изделий составляет сырье, то есть мука. На нее приходится от 70 до 80 процентов общей суммы. Далее следуют затраты на коммунальные платежи, транспортировка, зарплата сотрудникам и так далее. Теперь, что касается цен на основной продукт. Как выяснилось, самый дешевый хлеб можно купить в Шимкенте всего за 35 тенге. На 5 тенге дороже в Казаларде и Таразе. А вот больше всех переплачивать приходится жителям Алматы, Кокшетау и Уральска. В этих городах стоимость социального хлеба от 60 тенге и выше. Будут ли эти цифры расти, пока непонятно. Поскольку все зависит от решений местных акиматов в республике. Каждый год государство, то есть акимат каждого района, акимат города выделяет ротационную муку. Это ротационная мука именно выделяется для стабилизации цен, то есть для социального хлеба. Если касается ассортимента или других видов изделий, то ее удержать, если повышение цен на муку будет, ее удержать будет просто нереально и невозможно. При этом любопытным остается принцип формирования цены на хлеб в разных регионах. По логике стоимость должна зависеть от удаленности населенного пункта от зерновых районов. В этом случае основной составляющей цены должна стать статья расходов на транспортировку. Однако на деле все происходит несколько иначе. Ведь самый дешевый хлеб продается максимально далеко от пшеничных полей в южных регионах республики. Тогда как, к примеру, в Кокшетау он самый дорогой. Тимур Ермашев, Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Бауржан Нарымбетов, Информбюро, 31 канал.